Несмотря на всю новизну партнерских родов, сегодня программа является достаточно прогрессивной и пользуется популярностью среди рожениц самого разного возраста. Так как же происходит подготовка? Изначально пара должна пройти обязательный обучающий курс из трех лекций. Кушеры-гинекологи читают лекции обоим партнерам. Мы рассказываем все от начала родов, как понять, что это начало, когда пора ехать в роддом, что с собой брать, как вести себя на родах, чем должен помогать партнер женщине, что такое послеродовый период и, конечно, грудное вскармливание. Мы готовим обоих партнеров к такому событию, как рождение ребенка. Чтобы папа мог присутствовать на родах, ему следует основательно подготовиться. Пройти своеобразную медицинскую комиссию, получить заключение терапевта об отсутствии инфекционных заболеваний сроком действия не более одного месяца, пройти флюорографию, сдать анализы крови на ВИЧ, гепатит и сифилис. Партнерские роды – это осознанный выбор мужчин, которые хотят помочь супруге в такой непростой ситуации, как роды, которые хотят разделить ощущения и радость первой встречи с ребенком. Стараюсь себя морально готовить к этому, ко всему. Посмотрим, как оно будет. Чтобы не задумывались, сразу как-то это само пришло, что надо готовиться. Я знаю свою жену, и что ей действительно необходима поддержка. И когда происходит процесс родов, он достаточно длительный, и в этот момент хочется дать максимальную свою поддержку, чтобы она как-то психологически, эмоционально было, ну, проще это происходило. Так как это в нашей семье впервые будет происходить, и это достаточно волнительный такой момент для нашей семьи, и поэтому нужна поддержка моей жене, естественно, это первое волнительное событие, поэтому приняли решение, что надо поддержать, конечно же, в такой ситуации. Вот, и это и для меня будет тоже полезно, все-таки через то, что ей нужно будет пройти, это, ну, многого стоит, скажем так. Порядок поступления на партнерские роды следующий. Пара поступает через приемный покой родильного отделения. Здесь партнер переодевается в сменную одежду и обувь. При себе должен иметь предписанное разрешение на партнерские роды и обследование. Партнер может присутствовать как в предродовой, так и в самом родзале. Чаще всего, конечно, они время схваток, до самих родов, когда вот изгнание плода происходит. На изгнание плода мало кто приходит. На сами роды, сами роды-роды, они как бы редко присутствуют. Если прям только он хочет, как бы да, так мы обычно не зовем. Перерезать пуповину, да. Увидеть новорожденного, как обрабатывают новорожденного, моют новорожденного, это тоже да. Пофотографировать видео, это тоже да. После рождения ребенка в течение двух часов партнер может находиться в родовой палате с новоиспеченной мамочкой. Парные роды – это огромная поддержка и помощь, и ощущение безопасности. Так считают женщины, прошедшие через это. Роды у нас были партнерские, я была с мужем. Вот, это замечательный опыт, я скажу. Я первый раз были роды без мужа, поэтому второй раз я уже знаю, что нужно девушке, которая, какая помощь, какая поддержка во время самого процесса. Вот, поэтому я позвала мужа, и я нисколечки не жалею, я бы всем рекомендовала очень. Звать своих любимых мужей, потому что это хоть немножко, но все равно облегчает этот нелегкий процесс для девушки. Вот, это большая моральная, это большая физическая поддержка. Вот, это присутствие, какие-то моменты, все, что он делает, в общем. Это большое проявление любви, заботы, внимания. Вот, я уверена, я же говорила, что партнеры после этого будут соединиться совсем по-другому. Вот, и друг друга, и ребенка, и вообще сам, в принципе, процесс этот нелегкий. Считается, что в первые часы жизни у ребенка устанавливается тесная психологическая связь с родителями, и хорошо, если он познакомится как с мамой, так и с папой. Ведь такое счастье нужно делить на троих. Субтитры сделал DimaTorzok